Всем привет! В этом выпуске мы посмотрим результаты чемпионата России, а также таблицу и расписание. ЦСКА продлевает свою беспроигрышную серию до 7 игр, а с учетом Лиги Чемпионов до 8 игр. Команда на выезде одолела минимально Оренбург. Федор Чалов отличился с пенальти, и это стал его седьмой мяч в чемпионате. В 2016 году эти команды уже встречались, и тогда дважды выиграла ЦСКА. Урал выиграл дома у Арсенала 2-1. Третья победа Урала к ряду. Как вы знаете, в Кубке у них была победа над Нептехимиком. Дубль в матче оформил форвард хозяев Андрей Панюков. Для которого это только третий матч в премьер-лиге в этом сезоне. У Арсенала стало после этой игры 10 забитых и столько же пропущенных мячей. В прошлом сезоне эти клубы дважды сыграли в ничью. Вот и Уфа добыло 3 очка в игре с Енисеем. Уфа прерывает серию из 10 матчей без побед во всех турнирах. Команда выиграла впервые с 9 августа. То есть больше полутора месяц клуб не знал побед. У гостей выдели Михаила Костюкова. Он включился в чемпионате третий раз. Локомотив Ахмат. Все шло к ничей, но за 10 минут до конца Локомотив забивает дважды. 2-0. Один из вичей на счету португальца Мануэля Фернандеша. Три тура до этого Локомотив не мог выиграть в чемпионате. В прошлом сезоне эти команды также сыграли дважды в ничью. Зенит Анжи. Матч первой и предпоследней команды чемпионата. Анжи проявил в последних матчах чудеса и клуб достойно держался в матче с Зенитом. Тут было все. И красные, и пенальти, и волевая победа с сенсацией. Отмечаем первый гол за Зенит итальянца Маркиза де Маркизио. Анжи еще сравнивает, а через 4 минуты получает красную. Но в меньшинстве Анжи получает возможность пробить пенальти. Кулик был точен. 2-1 в пользу Анжи. Зенит прерывает свою шестиматчевую серию без поражений во всех турнирах. Ну а в прошлом сезоне здесь в Каспийске они сыграли 2-2. Краснодар Динамо. Интересная игра. Отмечаем Ари. У него гол плюс пас. Это его третий гол за последние три игры. Забил и дубль Классен. 6 побед Краснодаров подряд во всех турнирах. Краснодар тоже доигрывал в меньшинстве. Но не из-за удаления, а потому что повреждения получил Ари. А у Краснодара уже не было замен. Спартак Ростов. В прошлом чемпионате тут выиграл 2-0 Спартак. Но в этом сезоне в Москве выигрывает Ростов 1-0. Карпин угадал заменой, а Зую вышел и через 2 минуты забил. 7 игр Ростов нигде и никому не уступает. Бывший капитан Челси Джон Терри присутствовал на игре. Закроют этот тур в понедельник рубин крылья советов. Хочу порекомендовать вам к просмотру ролик про чемпионат Европы 2024 года. И хочу напомнить расписание матчей Еврокубков. 2 октября в Лиге Чемпионов ЦСКА Реал. На эту игру не заявлено ни Рамос, ни Бейл. 3 октября Локомотив Шальке. В этой игре Локомотиву не поможет Смолов, он выбыл на месяц. И 4-го три игры в Лиге Европы с участием российских команд. Зенит примет Славию, Прагу, Спартак, Вильяреал и Краснодар играет Сивилий. Все матчи играются дома и три из них с испанцами. В понедельник на спортивном будет выпуск про расклады в Лиге Чемпионов. Приглашаю вас посмотреть и послушать его. Сейчас быстро пробежимся по матчам следующего 10-го тура, а затем будет таблица и список лучших галеодоров. 5 октября начинается тур. Арсенал Уфа. 6-го крылья Советов Динамо. Ростов Оренбург. Рубин Урал. 7 октября Енисей Спартак. Ахмат Анжи. Зенит Краснодар. И ЦСКА Локомотив. Вот список лучших галеодоров. Чалов его возглавляет. У него 7 забитых мячей. У 4 футболистов по 4. Это Ерохин, Ионов, Классан и Дзюба. Таблица. Несмотря на поражение, Зенит удержался на первом месте 22 очка. На втором месте Краснодар 19, у Ростова 18, у ЦСКА 16, у Спартака 15, на шестом месте Локомотив 12, у Оренбурга, Рубина, Ахмата и Урала по 11 очков, на 11 месте Динамо 10, у Арсенала и Анжи по 9 очков, у Уфы на 1 очко меньше, у Крыльев Советов 7 и на последнем месте Енисей 5 очков. Остается выманить у вас лайк и пригласить к просмотру видео про третий Еврокубковый турнир. Услышимся на спортивном.